Всем привет, друзья! Когда я начинал делать видео об играх, серии которых тянутся не один десяток лет, я прекрасно понимал, что сделаю видео и о серии игр Metal Gear Solid. Понимал, а главное, ждал этого момента. Мне было интересно рассказать о своих впечатлениях об этой вселенной. Было интересно узнать о ней что-то новое в процессе создания этого видео. Сразу обозначу такой момент, что говорить о каждой части серии можно очень долго. Долго, дотошно, интересно. Но я поставил себе цель рассказать о каждой игре в одном видео и уложиться хотя бы в час. И даю слово, что постараюсь не тараторить, как тварь. Хоть это будет и сложно. При этом я буду стараться избегать важных спойлеров. Что ж, у серии есть основная линия повествования и есть несколько спин-оффов. Так вот, в этот раз я решил просто, просто послать все спин-оффы. Вот именно нахрен послать. Далеко-далеко, может однажды отдельное видео по ним я и запилю. Но мне абсолютно в данный момент, в данном контексте не интересны спин-оффы, ибо они просто блекнут в сравнении с основной серией. Поэтому сегодня ни слова о спин-оффах. И вообще, что такое легендарное Metal Gear? Это серия компьютерных игр в жанре Stealth Action и Action Adventure, разработанных и изданных компанией Konami под руководством гениального геймдизайнера Хидео Кодзимы. В играх данной серии управляемый игроком герой должен пробираться незамеченным на охраняемые военные объекты, избегая обнаружения. Игры серии отличаются сложными, интригующими сюжетами, большим количеством внутриигрового видео и озвученных диалогов, намеренно придающих им сходство с кинематографом. Действие игр серии происходит в новейшее время, от 60-х годов 20-го века до близкого будущего, что в данный момент для нас уже, конечно же, является прошлым. То есть, например, действие игры Metal Gear Solid 4 разворачивается в 2014 году, а сама игра вышла в 2008. То есть, на момент выхода игры, таки да, это было будущее. При этом, игры содержат многочисленные элементы научной фантастики и альтернативной истории. В них часто повторяются темы современной войны и использование в ней новейших технологий, таких как искусственный интеллект и генная инженерия, морально-этические стороны войны и ее последствия, теории заговора и другие темы. Для серии также характерен своеобразный юмор, в том числе ломка четвертой стены и множественные отсылки к западной массовой культуре, в частности, голливудскому кинематографу. Ранние игры серии сыграли важнейшую роль в зарождении и развитии жанра стелс-экшен. В общей сложности было продано свыше 30 миллионов копий игр серии, а отдельные игры были удостоены признания критиков и различных наград. Кроме того, выпускались основанные на играх комиксы и аудио-постановки. А началось все в 1987 году. Первая игра Metal Gear вышла для домашних компьютеров стандарта MSX2. Именно эта игра положила начало всеми нами любимой игровой серии. О первых двух самых пиксельных играх серии я расскажу довольно шаблонно и, наверное, быстро. Поехали! Выступая в роли солида Снейка, игрок должен перемещаться по различным локациям, выполняя определенные действия и избегая визуального контакта с патрульными войсками. Если Снейк попадается на глаза вражескому солдату, то на место прибудет вражеское подкрепление. Чтобы скрыться, Снейку достаточно просто перейти на соседний экран. Если же главный герой будет обнаружен камерой слежения или пересечет инфракрасный сенсор, то для прекращения тревоги он может покинуть помещение, либо попытаться убить всех противников. Снейк начинает игру безоружным. Игроку предстоит находить различное вооружение на территории противника. Боеприпасы к оружию очень ограничены, но легко восполняемы. Оружие можно использовать не только для убийства противников, но также и для расчистки препятствий. Снейк также может убивать противников голыми руками. Если игрок, не подняв тревоги, убьет вражеского солдата руками, то получит паек или боеприпасы. Ну, типа бонус такой. Также в течение игры нам предстоит вступить в несколько схваток с боссами. Вражеская база состоит из трех зданий, поделенных на несколько этажей. Для доступа к новым зонам игрок использует ключ карты. Каждая дверь открывается только одной определенной карты. Также присутствует некий интерактивчик, например, различная информация может быть получена от освобожденных заложников. По радиопередатчику главный герой может связываться со своими союзниками, каждый из которых специализируется на определенной тематике. Игрок должен сам запомнить радиочастоты союзников, чтобы он мог в дальнейшем с ними связаться. Ну, а содержание радиосообщений зависит от того, в какой комнате находится игрок. Успех игры повлек за собой появление двух прямых продолжений. Одно из них, Snake's Revenge, выпущенное исключительно для западного рынка и плохо принято игроками. И Metal Gear 2 Solid Snake, созданный самим Хидео Кодзимой и вышедший только на территории Японии исключительно на платформе MSX2. Так вот, Snake's Revenge, которая была разработана только для западного рынка без участия Кодзимы, не сыскала популярности из-за слабого сюжета, а также из-за геймплея, смещенного к экшену. Konami признала этот сиквел неканоничным и выпустила в Японии свой сиквел под названием Metal Gear 2 Solid Snake, во главе разработки которого стоял автор первой части Хидео Кодзима. Сама игра Metal Gear 2 не была официально переведена на английский язык, но впоследствии в качестве бонусной игры она была включена в Metal Gear Solid 3 Subsistence для PlayStation 2, а также Metal Gear Solid HD Collection для PlayStation 3, Xbox 360 и PlayStation Vita уже в английском варианте. В игре значительно усовершенствована система скрытности, введен сложный сюжет, затрагивающий такие темы, как сущность войны и распространение ядерного оружия. Metal Gear 2 была признана одной из лучших восьмибитных игр в истории компьютерных игр. Игра улучшила и дополнила возможности первой части. К примеру, в этой игре появилась возможность приседать и ползать, и даже привлекать внимание врагов, стуча по стенам. И как в предыдущем Metal Gear, основной задачей игрока является незаметное проникновение на базу противника. Враги стали видеть не по прямой линии, как в первой части, а в определенном радиусе, что значительно усложняло игру. Они также могут поворачивать головы направо и налево и переходить с одного экрана на другой. Кроме того, вражеские солдаты способны слышать звук передвижения по определенным участкам пола, стрельбы из оружия без глушителя и взрывов. Если главный герой попадается на глаза противнику, в правом верхнем углу запускается счетчик тревоги, а на место прибегают вражеские солдаты. Как только игроку удастся скрыться от противников, тревога прекращается, и игра продолжается в обычном режиме. В моменты тревоги радар отключается. Оружие и предметы в основном заимствованы из предыдущей игры, но были добавлены и новые, например, робот-мышка, используемая для дезориентации врагов, и камуфляжное покрытие. Перед игроком теперь не стоит задача освобождения заложников для повышения уровня здоровья. Способности Снейка увеличиваются после каждой победы над боссом. Локации стали более разнообразны, а кроме того, в игре увеличено количество загадок. Например, присутствует приманивание почтового голубя специальным пищевым рационом, поиск замаскировавшегося шпиона в женской уборной, распознавание частоты радиопередатчика по стук. Как вы уже поняли и, скорее всего, узнали, игровая система Metal Gear 2 послужила основой для 3D-сиквела Metal Gear Solid. Игра Metal Gear 2 получила одобрение от многих обозревателей. По их словам, игра превзошла свою предшественницу во всем. Они положительно отозвались об игровом процессе и о компактном и хорошо продуманном сюжете, который был продолжен в МГС. И заключили тем фактом, что игроки не будут разочарованы игрой, и что она достойна считаться одной из лучших восьмибитных игр всех времен. Понимаете, да? Даже на восьмибитных системах игра Metal Gear тех лет считается одной из лучших игр. Хидео Кодзима действительно является гением уже очень много гребаных лет и на самом деле заслуживает таковым называться. Но в 1998 году появилась игра, уже знакомая подавляющему числу поклонников серии – Metal Gear Solid. Проект также разработан компанией Konami и изначально выпущен для игровой приставки Sony PlayStation. Продюсером, режиссером, геймдизайнером, сценаристом игры, просто прекрасным и скромным парнем выступил все тот же создатель серии Хидео Кодзима. Вот давайте подумаем, давайте вспомним 1998 год. Разве было что-то подобное, хотя бы отдаленно напоминающее Metal Gear? Лично мне на ум приходит только шпионская серия игр Siphon Filter, о которой я также сделаю подобное видео в будущем. Но первая часть данной серии вышла спустя год после выхода Metal Gear на той же PlayStation 1. Если помните какие-то игры, похожие или отдаленно напоминающие творения Кодзимы в тот период, напишите пожалуйста в комментариях. Короче говоря, Metal Gear Solid во всех смыслах была буквально уникальным творением. Разработчики изначально ставили перед собой цель создать лучшую игру, аналогов которой по содержанию и качеству никогда не было на консоли PlayStation и максимально реалистичной для того времени. Сам процесс разработки начался в 1995 году. Команда Хидео Кодзимы старалась прорабатывать мир игры до мельчайших деталей. Ибо сам Хидео высказывал мнение, что бессмысленно делать игру, если она не заставляет игрока поверить в то, что мир реальный. Настоящее подразделение спецназа города Хеннингтон-Бич консультировали разработчиков по вопросам оружия, военной техники и взрывчатки. Они даже ездили на реальные военные учения, а эксперты по оружию выступали в роли технических консультантов в исследовании необходимой тематики игры. Как я уже ранее упоминал, сами основы игрового процесса заимствованы из той самой Metal Gear 2 Solid Snake на MSX. А трехмерная графика, которая была уже в нормальном доступе в 1995 году, идеально применилась для лучшей реализации старых идей. Вы управляете Снейком и должны доводить его от исходной точки до необходимого места, дабы перейти на следующую локацию. Патрульные способны заметить Снейка, не только увидев его, так как Снейк живой человек, он иногда громко топает или оставляет следы на снегу. Встречи с охраной желательно избегать, можно прислоняться к стене, выглядывать из-за угла и оценивать ситуацию, оставаясь незамеченным. Можно обойти охрану по вентиляционным шахтам, можно даже постучать по стене, чтобы отвлечь неприятеля. Если же Снейк обнаружен, то поднимается тревога и в локацию начинают непрерывно стягиваться вражеские солдаты. Расправиться с ними, имея подходящее оружие, довольно просто, но абсолютно не имеет смысла, так как военная база буквально напичкана солдатами и их поток бесконечен. В конце концов, не убивать же всю базу. Да и миссия у Снейка скрытная, а не как у полковника Джона Метрикса. Единственный способ пройти дальше – спрятаться где-нибудь и подождать, пока обратный отсчет таймера тревоги не достигнет нуля. На низком и нормальном уровне сложности в правом верхнем углу экрана показан радар – мини-карта, позволяющая быстро определить местоположение Снейка и часовых. На сложном уровне такого радара нет, и учитывая особенности ведущей камеры, без радара действительно будет сложнее пробираться незамеченным. Как и в предыдущих играх серии, у Снейка имеется собственный инвентарь, в который на протяжении игры добавляются все найденные предметы, например, картонные коробки, сигареты, пайки и так далее. Есть также довольно внушительный выбор оружия, которое Снейк может найти во время операции, начиная от пистолета и взрывчатки С4 и заканчивая снайперской винтовкой и переносным зенитно-ракетным комплексом Счингер. У Снейка есть также возможность надирать противникам зады в рукопашку и сворачивать их вражеские шеи. Но не все так просто и радужно, так как на пути вас будут встречать загадки и схватки с боссами. А каждое сражение с боссом в этой игре – уникальная задача со множеством возможных вариантов решений, не обязательно проходимой одной грубой силой. Сюжет и игровой процесс построены таким образом, чтобы постепенно подготовить игрока ко встрече с новым противником, о котором затем можно получить исчерпывающую информацию. После каждой победы над боссом Снейк становится сильнее, у него увеличивается шкала здоровья и максимальное количество патронов, которые он может носить. Что по сути логично, потому как если ты хочешь стать лучше, ты сражаешься с теми, кто либо лучше тебя, либо так же хорош, как и ты, после чего ты получаешь новый опыт и новые навыки. Все как в жизни. Сюжет в этой игре подается через кат-сцены, а также переговоры Снейка с другими персонажами по устройству, называемому кодак. Через кодак игрок может получить подсказку от различных персонажей, получить описание того или иного предмета или оружия и даже сохранить игру. Снакомясь с новым персонажем, Снейк получает его частоту, настроившись на которую, можно вызывать персонажа на связь по кодаку. Мы с ребятами в детстве называли эту штуку просто мобилой. Что особенно круто и бьет по вашему же сознанию, это то, что в сюжет игры вплетены как мистические, так и фантастические составляющие, несмотря на очевидно реалистичный сеттинг. То есть начинается все как обычный шпионский остросюжетный боевик, стелс-экшен и так далее. Но в какой-то момент времени игра приобретает некоторые необъяснимые события, в которых следует копаться и разбираться. Для некоторой непонятности вы так и не найдете адекватных ответов, но все, что ментально ускользнет от вас в этой игре, все детали пазла, которые у вас в итоге не сойдутся, вы гарантированно разрешите для себя в последующих частях этой серии. В Metal Gear Solid существует несколько моментов, во время которых ломается четвертая стена, то есть игра обращается непосредственно к игроку. Психомантис показывает несколько трюков, чтобы доказать свои телепатические способности. Он сообщает игроку, есть ли у него на карте памяти сохранение от других игр компании Konami. Также он двигает геймпад, используя функцию вибрации. Геймпад, используя функцию вибрации. Геймпад, используя функция игры Конами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А до интернета в каждой квартире еще было лет эдак 7-8 Когда кот в итоге был найден, это был какой-то хренов праздник для каждого из нас Далее, если прямо перед тем, как игрок будет пойман, связаться по кодеку с персонажем Мэйлин Она сообщит, что у нее плохое предчувствие и предложит сохраниться Далее, по сюжету, Ацелот открыто говорит о том, что в случае гибели Снейка во время пытки продолжения игры не будет На самом деле, само присутствие Мэйлин в игре разбивает четвертую стену, поскольку ее основной функцией является сохранение игры О чем ясно говорится во время разговоров по кодеку После первой пытки, когда Снейк находится в камере, приходит звонок от Наоми Герой жалуется на больную руку, которая в принципе должна болеть и у игрока, потому что вы с бешеной скоростью клацаете на кружок на геймпаде, чтобы не умереть от разряда электричества Все ведь хорошо помнят эту пытку Ох, я ее уже лет 20 забыть не могу А Наоми сообщает, что может облегчить боль, после чего включается виброрежим у геймпада, который действует как хороший массаж Это просто хрена в шок, серьезно, что происходит вообще? Это что, все реально? Вот именно такие мысли и вопросы были у нас маленьких, когда мы играли в эту игру больше 20 лет назад Во время битвы с Ми-24 полковник советует Снейку определять положение вертолета по звуку его винта Однако, если поставить монорежим в настройках звука, то Кэмпбелл и Мэйлин посочувствуют игроку из-за его неспособности купить телевизор со стереосистемой Учитель Миллер иногда дает советы, предназначенные скорее игроку, чем Снейку Например, он предупреждает, что скорость человеческой реакции замедляется в районе 3 часов ночи Что по сути является советом для игрока не играть круглые сутки А озвучка в этой игре, голоса персонажей, игра актеров озвучивания это просто нечто Все большие молодцы, но конечно же сильнее всего запомнился голос самого Снейка Это Снейка. Крнел, вы слышите? Снег, гром, гром. Какая ситуация, Снейка? Снег, кажется, что в революте в обратном месте единственное место Как я ожидал Снейка, 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 что произошло? Я... я не знаю. Это выглядит как университет, но... Университет? Университет? Нет... Крнел, ты что-то спрятаешь из меня? Снег, ты не можешь понять Снейка... Голос, который стал символом этого персонажа Голос, который хотелось слушать снова и снова Это голос актера, режиссера, продюсера и сценариста Дэвида Хейтера Сразу скажу, чем отличился этот человек Он писал сценарий к таким фильмам, как Люди Х1, Люди Х2, Хранители Зака Снайдера, Царь Скорпионов А также к фильму ужасов Волки с Джейсоном Мамоа в 2014 году Причем это был еще и режиссерский дебют Дэвида Из ролей в кино, пожалуй, самая большая его роль Это Гайвер 2, темный герой Очень шикарный фантастический боевик Также он дарил свой голос и другим персонажам анимационных произведений и игр Было даже время, когда Metal Gear хотели экранизировать И сам Дэвид был прикреплен к главной роли Но продлилось это недолго От идеи экранизации часто отказывались Потом несколько раз к ней возвращались Но дело в том, что игра сама по себе уже напоминает хорошее кино А учитывая тот факт, что эта игра, это уже является лучше, чем кино А просто повторять такой же сюжет, как и в игре, никто не хотел И написать годный сценарий, судя по всему, так никто и не смог Кстати, Solid Snake получил 4 место в списке 50 лучших персонажей компьютерных игр По версии книги рекордов Гиннеса Вот что дает прекрасная совокупная работа создателя образа этого персонажа И, конечно же, правильный подбор актера его озвучки Подытожу все вышесказанное об этой части серии Уже после первого ролика, показанного на Е3 в 1997 году Metal Gear Solid стал одной из самых ожидаемых игр своего времени И возглавил чарты продаж в 1998 году Я думаю, что не стоит здесь говорить, что ожидания буквально каждого геймера оправдались И даже переоправдались Игра буквально взорвала этот мир И, конечно же, все захотели еще И это самое еще мы с вами получили На дворе был уже 2001 год Именно в этом году появилось прямое продолжение игры 1998 года Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Я еще раз всем напомню Это сейчас мы живем в мире сиквелов и многочисленных продолжений Это сейчас с развитием интернета И вообще доступа почти к любой информации Мы почти всегда знаем Над чем ведется или не ведется работа Тогда же, 20 лет назад Люди, особенно маленькие, 10-летние люди Не знали буквально ни хрена о том Что где-то кто-то создает какое-то продолжение Мы просто брали и по тысяче раз перепроходили то, что имели Изучали каждую деталь, выжимали из всего максимум И когда мы в те годы узнали, что вышло Продолжение нашей любимой игры Что мы увидим новую историю нашего идола Нашего героя Снейка Сразу же началась дикая долбежка родителей Дайте денег на покупку диска Мать вашу буду целый год квартиру драйвить Благо пираты в те годы работали очень активно И можно было купить какой-нибудь забагованный диск Новой игры на каком-нибудь радиорынке И именно такой диск мы и достали Там было две версии Русская и английская Так вот, русская версия была совершенно неиграбельная Игра зависала в один определенный момент И продолжить ее не имело возможности Поэтому играть приходилось в английскую версию И что я вам скажу, ребята Это была прекрасная возможность попрактиковать иностранный язык Кстати говоря, на моей памяти Все последующие Metal Gear, кроме последней, который The Phantom Pain Были в переводе только на английский язык То есть русских версий мы тогда не находили Их просто не существовало, насколько я знаю Поэтому все играли в английские версии Если возникали какие-то сложные вопросы Брали словарики, открывали, смотрели новые слова Как сейчас помню, в играх серии Metal Gear Очень много политических и научных терминов Которые просто банально не используются в повседневной жизни Даже в русском языке, не говоря уже про английский Поэтому лично я забыл уже довольно-таки добрую часть всего того Что знал при прохождении этой игры Так вот, жанр новой игры был также официально определен Как тактический шпионский боевик Разработчики предоставили нам все старые, проверенные и полюбившиеся фишки Плюс большое количество новых Например, теперь игрок может целиться с видом от первого лица Что дает ему куда больше вариантов действия Вражеского солдата можно ослепить паром из трубы Отвлечь броском пустого магазина или ударить в слабое место Теперь управляемый персонаж может передвигаться медленно Не издавая звука на шумящих участках пола Как мы все помним, в первой части мы могли прижиматься к стене и заглядывать за угол А теперь мы с вами можем даже вести стрельбу в таком положении Также мы научились перепрыгивать через некоторые препятствия Зависать на ограждениях, прятаться в шкафчиках А также подкрасться к врагу, навести на него оружие И угрозами получить предметы и боеприпасы Окружающая же обстановка, в свою очередь, тоже оказывает большое влияние на элемент скрытности Учитываются такие факторы, как погода, запах, атмосфера и температура В Metal Gear Solid 2 был улучшен искусственный интеллект охранников Которые, в отличие от оригинальной Metal Gear Solid, работают в группах Ребята стали заметно умнее, чем были раньше Увидев игрока, они по рации вызывают подкрепление Затем пытаются окружить его, чтобы предотвратить возможность побега Ну и сами они стараются всячески уклониться от атак игрока Штурмовые отряды часто снабжены бронежилетами и щитами, что делает их серьезной угрозой Игрок, в свою очередь, может взять солдата в заложники и использовать его в качестве живого щита Чтобы уйти от погони Даже если игроку удастся спрятаться, враги тщательно проверят местность Чтобы вы понимали, игровой искусственный интеллект данной игры признавался одним из лучших в течение нескольких лет В игре также была улучшена система укрытий Главный герой теперь способен не только укрыться за стеной или другим подходящим объектом Но и выскочить из-за угла и открыть огонь по противникам Но и враги тоже способны укрываться от игрока Сделав это, они обычно вызывают подмогу, а во время боя ведут оттуда стрельбу и вслепую бросают гранаты В игре задействована механика лазерного целеуказателя, помогающего целиться Подобное свойство, например, есть в игре Resident Evil 4 Бои с боссами, это так же, как и в первой игре, является своего рода отдельным приключением Где к каждому боссу необходимо искать свой уникальный подход То есть вы постоянно находитесь в поиске стратегии, которая позволяет обойти вражескую защиту и нанести урон При этом основным отличием от типичных экшен-игр является то, что всю игру возможно пройти не убив ни одного противника А используя только транквилизаторы, оглушающие гранаты и рукопашные приемы То есть если вы по жизни являетесь в какой-то степени гуманистом, как Бэтмен, который не убивает людей, а просто максимально калечит и выбивает из них все дерьмо То вы можете идти именно по такому пути На этапе разработки были определены четкие цели касательно того, какой должен быть сюжет В игре просто обязана иметь место череда предательств и неожиданных поворотов И игрок не сможет отличить правду от вымысла То есть усилить ту загадочную атмосферу, которая была в игре 98-го года Где каждый персонаж врет или предает кого-либо другого Где стирается грань между реальностью и фантазией На разработку игры, кстати, было выделено 10 миллионов долларов Были также внесены некоторые корректировки в сюжет после обострения политической ситуации на Среднем Востоке Согласно некоторым документациям, в первоначальном варианте сюжета игра разворачивалась во время проверок ядерного оружия в Ираке и Иране Где Снейку необходимо в ограниченный период времени уничтожить Metal Gear, расположенный на авианосце, и остановить Ликвида Снейка и его группу Однако в связи со всей этой политикой пришлось это скорректировать При этом в окончательной версии игры эпизод в Танкере основан именно на первоначальном сюжете Первоначально планировалось, что одним из злодеев в игре будет персонаж по прозвищу Китайц Но позднее он был выведен из сценария, а его способности ходить по стенам и воде достались в ампу Движения Китайца, кстати, были смоделированы с мастера боевых искусств и актера Джета Ли И на его теле была татуировка, которая оживала при погружении в воду По-моему, довольно интересная задумка и, наверное, от нее зря отказались На позднем этапе разработки были сделаны очередные существенные корректировки в окончании игры Что было связано с террористическими актами 11 сентября Эпизод, в котором Арсенал Гир смещает Статую Свободы и разбивается в Манхэттене Был вырезан, равно как и короткая сцена после титров, где Статую Свободы закладывают в новом месте на острове Элис То есть уже все пошло не по тому плану, как это задумывали разработчики без какой-либо задней мысли Это очень важно, ведь мы говорим о творческом процессе Снейка, кстати, снова озвучил Дэвид Хейтер, голос просто идеален И как никакой другой подходит этому персонажу Сразу же после своего выхода МГС 2 стала очень успешной игрой Продавшись по всему миру более чем 7 миллионным тиражом При этом получает только высшие оценки во всех игровых изданиях Средняя оценка игры на сайте Metacritic составила 96% Там же игра получила третье место в списке лучших игр на PlayStation 2 И 13 место в списке лучших игр всех времен Журнал Game Informer оценил игру в 10 баллов из 10 В нем были опубликованы положительные отзывы от авторитетных публикаций и веб-сайтов GameSpot дал игре 9,6, отметив, цитирую С этим ничто не сравнится, вы обязаны поиграть в Metal Gear Solid 2 Критики особо отмечали элемент скрытности, который был значительно улучшен по сравнению с предыдущей игрой Графическое оформление уровня игры и внутриигровое видео На российском интернет-портале Absolute Games, портированной на PC, игре была дана оценка 80% из 100% В качестве достоинств были отмечены кинематографичность игрового процесса и психологизм Игровой процесс в целом был положительно воспринят, однако мнения относительно сюжета разошлись История достаточно детально затрагивает многие социальные философские темы Мемы, социология, искусственный интеллект, информационный контроль, теория заговора, эволюция, экзистенциализм, цензура, эксплуатация детей, инцест, сексуальная ориентация Сценарий Кодзимы был высоко оценен, его даже называли первым образцом постмодернистской видеоигры Однако некоторые критики сочли сценарий тяжелым для восприятия и неподходящим для экшен игры Отмечалось также, что чересчур длинные диалоги, сами по себе разрозненные и запутанные, портят игровой процесс Но и неожиданное появление в качестве главного героя Райдена, заменившего бывшего протагониста Солида Снейка Вызвало недовольство среди поклонников Metal Gear Solid, и у меня, кстати, тоже То есть вышло-то в итоге так, что Снейком мы играем совсем немножко, в подавляющую часть игры мы играем чуваком по имени Рейден Так как мы все хотели Снейка, а получили Рейдена, мы этого Белобрысова, мягко говоря, возненавидели Очень напоминает ситуацию с игрой Resident Evil 7, когда поклонники серии почти с 20-летним стажем ждут достойное продолжение в любимой вселенной Resident Evil С любимыми многочисленными крутыми персонажами, которых уже все искренне полюбили, а в итоге получают чувака по имени Итан Уинтерс, который никогда не фигурировал в серии Да и сюжет составлен так, что о вселенной нет ни одного упоминания, только одна статьяка в газете почти в конце игры и спустившийся на вертолете просто в хламину переработанный Крис Редфилд Спасибо, хоть дополнение за него сделали Как я уже не раз упоминал, игра вышла крутой, но это не Resident Evil, это просто хорошая отдельная от серии игра Также и Metal Gear Solid 2 с этим Рейденом оказался чертовски хорош, но не покидало ощущение тоски, потому что мы управляем не Снейком, а кем-то другим Как-то так, это исключительно мое мнение, я не призываю никого с ним соглашаться Игра шикарная, я прошел ее миллион раз и может быть еще даже пару раз пройду Ну что ж, друзья, очередной прорыв нас поджидал в 2004 году, когда вышла игра Metal Gear Solid 3 Snake Eater Игра является приквелом самой первой Metal Gear Solid Сюжет данного приквела впоследствии был продолжен еще четырьмя играми, о них мы тоже поговорим Так вот, местом действия игры является Советский Союз времен Холодной войны Главный герой Naked Snake, позднее известный как Big Boss, оперативник отряда Fox, которому было поручено освободить советского ученого и уничтожить экспериментальное супероружие В отличие от предыдущих игр, где основным местом действия являлись преимущественно здания и сооружения, действие Snake Eater разворачивается в лесу Хотя сеттинг и изменился, ключевым элементом игры по-прежнему является незаметное проникновение на вражескую территорию Повествование истории игры Snake Eater ведется через внутриигровые сцены и радиопереговоры Игра Metal Gear Solid 3 Snake Eater не была исключением из традиции и была все так же положительно принята как игроками, так и критиками Продажи составили около 4 миллионов копий по всему миру На посвященных играм сайтах GameRankings и Metacritic игра была оценена в 91% Обозреватели хвалили игру за интересный игровой процесс, очень проработанных персонажей, сюжет и внутриигровое видео Критики подверглись системе обзора, названная рецензентами IGN и GameSpy устаревшей и сложное управление главным героем Ой, не знаю, друзья, лично у меня все было круто Минут за 30 игры я полностью привык ко всем механикам и так далее Я иногда честно не понимаю, что за криворукие рецензенты сидят и тестируют игры перед своими гениальными в кавычках умозаключениями Геймплей игры Snake Eater аналогичен предыдущим играм серии Snake, слава тебе господи, без каких-либо райденов и других выдуманных персонажей, озвученный все тем же Дэвидом Хейтером Должен незаметно пробираться через вражескую территорию В распоряжении героя, как всегда, находится внушительный арсенал оружия, однако основной упор в игре по-прежнему делается на скрытность и избежание столкновений с противником Помимо очевидных сходств с прошлыми играми серии, в Snake Eater присутствует множество новых игровых аспектов Сюда относятся военный камуфляж, новая система рукопашного боя под названием Close Quarters Combat, кратко CQC, ограниченная выносливость и система лечения ран Приблизительно две трети игрового времени игрок проводит в тропическом лесу, где ключом к успешному избеганию столкновений с противниками служит умелое использование окружающей растительности Так, например, игрок может взобраться на дерево или спрятаться от вражеского солдата в густой траве Также особый акцент сделан на использовании камуфляжа Радар, использовавшийся в предыдущих играх, был заменен простым датчиком движения и акустической системой, которые соответствуют временному периоду игры, а именно 1964 году Для нас же в углу экрана существует специальный датчик, который отражает, насколько Snake заметен для врагов Для увеличения показателя незаметности игрок должен периодически менять камуфляжную форму и боевую раскраску, чтобы слиться с окружением Например, игрок может одеть форму темного цвета, пока прислоняется к дереву, или применить полосатую раскраску лица во время нахождения в густой траве Доступны также и другие предметы маскировки, есть даже маска крокодила, позволяющая оставаться незаметным в воде Кто-то скажет, что это смешно, смеха ради, но тут как бы вопрос жизни и смерти, вопрос выполнения сверхважного задания от государства Можно и в маске крокодила минут 5 поплавать, не вижу в этом ничего страшного В игре Snake Itter в дополнение к полосе жизни присутствует показатель травм, полученных Snake'ом Например, при прыжке с большой высоты герой может повредить себе ногу, в результате чего его движение будет замедляться Травма лечится медицинской шиной и бинтом Если подобные травмы не вылечить, Snake некоторое время не сможет полностью восстановить свое здоровье Все как в жизни, если у вас в ноге торчит палка или осколок гранаты, вы не сможете нормально восстановиться и продолжать задание Чтобы выжить, герою также придется полагаться на местную флору и фауну Выносливость Snake'а с течением времени неизменно истощается, и поэтому он должен есть Если этого не делать, будут иметь местно неприятные последствия Например, Snake не сможет правильно целиться при стрельбе Или у него начнется урчание в животе, которое может быть услышано противником В качестве еды выступают звери и птицы Полученную из них пищу можно хранить в рюкзаке При этом герою может попасться испорченная еда Употребление которой приведет к боли в животе и резкому снижению выносливости А питаться приходится даже змеями и крокодилами Система CQC представляет собой немного усложненную боевую систему из предыдущих частей Основными рукопашными приемами Snake'а вновь становится серия из трех ударов и броски Кроме того, вражеского солдата можно захватить, а затем использовать в качестве живого щита Или при необходимости допросить По сути, весь потенциал CQC раскрывается исключительно в кат-сценах Где Snake технично и мастерски надирает зады неприятелю Ну а постановки боевых сцен, кстати говоря, выполнены на высшем уровне Какой до сих пор демонстрирует далеко не каждый фильм жанра боевик Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Изначально предполагалось, что игра будет разрабатываться для консоли PlayStation 3 Однако в связи с нескорым выходом новой приставки целевой платформой была выбрана PlayStation 2 С самого начала разработки руководитель проекта Хидео Кодзима хотел коренным образом изменить сеттинг из предыдущих игр Он отмечал, что создание сеттинга джунглей хотели не только разработчики, но и поклонники серии Metal Gear В то же время он признавал, что окружающая среда джунглей, погода, ландшафт и живность трудна в создании Поскольку в предыдущих частях игрок начинал игру рядом с вражеской базой, а иногда уже и в ней Кодзима на этот раз решил сделать Снейкитр более реалистичной Определив место начала миссии за несколько миль до цивилизации Чтобы Снейку самостоятельно пришлось искать путь к вражескому лагерю И таки да, будут моменты, когда мы будем блуждать в поисках необходимой нам локации Для этой игры специально был разработан совершенно новый движок, а не взятый с предыдущих игр серии Кодзима говорил, что разработчикам было очень нелегко создавать окружающую среду Он объяснял, что причиной, по которой действие предыдущих игр серии разворачивалось в помещениях Была недостаточная мощность существующих консолей Он объяснял, что причиной, по которой действие предыдущих игр серии разворачивалось в помещениях Была недостаточная мощность существующих консолей Которые не могли достоверно воспроизвести окружающую среду леса Ведь в отличии от зданий, в джунглях нет плоских поверхностей Главный герой Снейк Ипер должен преодолевать препятствия по скалам, грязевым насыпям и деревьям Одной из сложностей при разработке была настройка технологии захвата движения, позволяющая составить точность движения по неровным поверхностям. И еще раз я заострю ваше внимание на том, что мы говорим об игре, которая вышла в 2004 году. Для Снэйки Даркодзимы были разработаны схватки с боссами, коренным образом отличающиеся от тех, что имели место в предыдущих играх. Стоит вспомнить один только бой со снайпером Эндом, где геймплей является свободным и открытым. Этот бой разворачивается в густых джунглях, и игроку придется потрудиться, чтобы обнаружить снайпера, атакующего с больших дистанций с неизвестной позиции. Схватка может затянуться на несколько часов, в других же боях враги видны главному герою постоянно. Однако у игрока есть два способа избежать боя с Эндом. Можно, конечно же, убить его по-честному, что действительно сложно, но очень интересно. А можно во время боя сохраниться и закрыть игру, затем в настройках самой консоли PlayStation 2 установить время консоли на месяц вперед, затем снова войти в игру и обнаружить, что Энд умер от старости. Кодзима прокомментировал, что подобной особенности в других играх нет. И это очень круто. Схватки с другими боссами по-прежнему являются поиском адекватной тактики и возможности нанести им какой-то урон. Кстати, в этой игре, как и в двух предыдущих, мистические, а также и научные необъяснимые хрени никто не отменял. Что делает этот шпионский тактический боевик с охеренным сюжетом не просто шпионским тактическим боевиком с охеренным сюжетом. Я очень хорошо помню о своих впечатлениях об этой игре. Я был просто вау с того, насколько детально и сложно все продумано. Мозг кипел от поворотов сюжета. Глаза в хорошем смысле слезились от кат-сцен, а уровень интереса в вопросе, что же будет дальше, не покидал ни на секунду. Игра захватывает с самого начала и не отпускает до конца. Ты будто проживаешь жизнь главного персонажа и чувствуешь каждый полученный им удар и перелом на себе, потому как настолько реалистично разработчики сделали каждую гребаную деталь этой игры. Я сейчас вот только говорю об этой игре и мне хочется опять в нее занырнуть с головой, что я скорее всего и сделаю. Она бесспорно является одной из самых лучших игр за последние 20 лет. То самое ощущение, когда ты играешь и не можешь поверить в то, что это игра. Точнее, что такой серьезный подход к играм имеет место быть. Тут уже, как говорится, хочется стереть себе память и ощутить все эти эмоции снова. Я просто от всего своего сердца благодарю Хидео Бодзиму за всю его работу на протяжении жизни и отдельно за эту часть игры Metal Gear. А саундтрек, ребята, песня Snake Eater стала чуть ли не визитной карточкой всей серии игр Metal Gear. У меня эта песня на звонке стояла очень долгое время. А когда Хидео Бодзима прилетал к нам в Москву и зашел в программу «Вечерний Ургант», его даже встречали именно этой песней. И это спустя аж 15 лет после выхода игры Snake Eater. И это было очень круто. Далее, в 2006 году на портативную консоль PSP выходит сюжетное продолжение истории о Биг Боссе, которая разворачивается спустя 6 лет после событий Snake Eater. Игра также является стелс-экшеном. Создавалась игра под руководством определенных японских сценаристов и геймдизайнеров. Ну а в качестве продюсера выступал, конечно же, старина Кодзима. Особенностью этой части стала командная система. Вместо однопользовательских миссий, как в предыдущих играх серии Metal Gear Solid, Snake теперь работает в команде, состоящей из нескольких человек. Перед каждой миссией игрок должен сформировать отряд из 4 бойцов. Каждый член отряда имеет свои преимущества и недостатки. Так, одни солдаты прекрасно владеют оружием, другие могут специализироваться на использовании полезных предметов в медицине, работе с картой. Во время прохождения игрок может управлять только одним членом отряда. Остальные, по сути, стоят и ждут. Игрок может переключаться между бойцами в те моменты, когда его текущий персонаж найдет себе укрытие. Погибшие в бою солдаты удаляются из списка отряда. Исключение составляют только уникальные персонажи, к которым в частности относится и главный герой. Кроме того, в качестве уникальных персонажей выступают боссы. Если уровень здоровья уникального персонажа упадет до нуля, он помещается в госпиталь на лечение. Также игрок имеет возможность в любой момент прервать выполнение миссии. Отряд постоянно можно пополнять. Если вражеский солдат усыплен или оглушен, то его можно перетащить в транспорт, тем самым захватив. По прошествии определенного игрового времени, захваченный солдат становится членом отряда Снейка. Другими словами, уходит время на вербовку. Также вражеского персонажа можно отнести к одному из ждущих союзников, а затем по радиопередатчику или напрямую приказать тому унести врага. Игра Metal Gear Solid Portable Ops была благоприятно воспринята критиками. На сайте GameRankings средний оценочный балл, основанный на 43 обзорах, составил 87,3%. На IGN и GameSpot игре была поставлена оценка 9 из 10. И действительно, несмотря на то, что делалась эта игруха для портативки, можно смело сказать, что она вышла вполне полноценной и не дурной. И круто то, что игру такого уровня можно было носить с собой в кармане и доставать в любое время. Наступил 2008 год, и на третий PlayStation, причем только на третий PlayStation, эта часть игры до сих пор остается эксклюзивом исключительно для данной консоли. Вышла Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. По заверениям самого Хидео Кодзимы, главного геймдизайнера-сценариста игры, Guns of the Patriots является последней игрой про похождения легендарного солдата Солида Снэйка. Но, тем не менее, не последней игрой серии Metal Gear. И таки да, именно про Солида Снэйка Metal Gear уже не выходили по понятным причинам. Игра Guns of the Patriots завоевала признание критиков по всему миру, и в нескольких публикациях была признана игрой года. На сайте GameSpot игра была названа технически безупречной, и с этим утверждением я абсолютно согласен. Игра просто не еб***ческая. Кстати, в первый же день было продано около миллиона трёхста тысяч копий, в результате чего игра стала самой быстро распродаваемой для PlayStation 3. С самых первых секунд, уже вот просто на главном стартовом меню игры, аудиовизуальный ряд, эта музыка, эта атмосфера, неторопливость короткой сцены уже сразу говорят нам о том, что игра морально будет очень тяжёлой. И это действительно так. От начала и до конца вас не покинут абсолютно все эмоции, которые только в человеке присутствуют. Игрок принимает на себя роль Солида Снэйка, знакомого нам по первой и второй части МГС, владеющего мастерством скрытого проникновения, навыками рукопашного боя CQC и традиционными боевыми техниками. Фиксированная камера, применявшаяся в ранних играх серии Metal Gear, была заменена видом от третьего лица. У игрока также есть возможность переключить камеру на вид из-за плеча при прицеливании, а также на вид от первого лица. Одним из нововведений в игре является показатель стресса. Данный показатель уменьшается при несмертельных атаках и зависит от многих вещей, происходящих на поле боя. Стресс-факторы, такие как перепады температуры, неприятные запахи и преследование врагов, увеличивают уровень стресса Снэйка, приводя к неприятным последствиям, трудностям при прицеливании, частым болям, вероятности потери сознания при ударе. Чтобы успокоиться, главный герой может есть, пить, курить или читать журналы для взрослых. В общем, все как в реальной жизни. Как вы уже поняли, Хидео чуть ли не с самых первых Metal Gear'ов, по мере возможности и развития технологий, довольно нехило заворачивался насчет реалистичности происходящего. Он был одним из немногих, кто уделял этому столько внимания и радует то, что его дотошность к достоверности со временем только прогрессирует. В бою Снэйку доступен набор гаджетов. Его костюм позволяет воспроизвести текстуру любой поверхности, что уменьшает вероятность обнаружения Снэйка противником. Устройство Solid Eye обнаруживает предметы и вражеских солдат. А кроме того, может использоваться как прибор ночного видения или бинокль. В приборе также находится карта, показывающая расположение ближайших персонажей. В игру был включен индикатор угрозы, показатель которого зависит от близости к Снэйку противников. Маленький робот-помощник Metal Gear MK2, который всегда следует за Снэйком и предоставляет функции рации и внутриигрового меню. Очень забавная и интересная интеграция всего этого дела. Лично я в те годы с подобным в играх еще не сталкивался. Робота можно использовать для оглушения врагов, разведки и взаимодействия с окружающей средой. Хидео Кодзима хотел создать новый стиль игрового процесса, действие которого развернется в полномасштабной зоне военных действий. Он также желал сохранить в игре все элементы скрытности. В качестве военной зоны первоначально был назван Ближний Восток. Внедрение в игру нескольких локаций подчеркнуло изначальное намерение Кодзимы изобразить полномасштабный мировой конфликт. Во время разработки Кодзима несколько раз официально заявлял, что игра будет создана эксклюзивно для одной консоли. Однако эти заявления периодически ставились под сомнение. Сомнения среди игроков, у которых не было PlayStation 3, оставались даже после выхода игры. В январе 2008 года проект, по заявлению разработчиков, был практически завершен и перешел на стадию бета-тестирования. 26 февраля 2008 года компания Sony анонсировала, что игра MGS4 в специальном издании будет выпущена 12 июня 2008 года для рынков всего мира. Было заявлено, что Guns of the Patriots – первая игра на PlayStation 3, занимающая 50 гигабайт на диске Blu-ray даже с учетом примененного сжатия файлов. На начальных стадиях разработки Кодзимой была задумана концовка, в которой Снейк и Этакон становятся преступниками и впоследствии приговариваются к смертной казни. Идея была отвергнута остальными разработчиками, и слава богу, передумали. Серьезно, с меня хватит концовки Mass Effect 3. Кстати, на мой взгляд, Guns of the Patriots – самая печальная часть из всей серии. Ощущение сочувствия, переживания и надежды не покидает до самой последней кат-сцены. Игру, конечно же, хвалили за все. Техническая составляющая, артистическое исполнение, сюжет, геймплей, звуковое сопровождение. Даже те, кто до***вался до детализации текстур, признавали, что это не снижает качество всей игры. Было сочтено, что игра превосходит многие голливудские кинокартины. Кат-сцены занимают больше половины игры. И поверьте, данная стилистика в этой игре вряд ли кого-то разочарует, ибо все сделано превосходно и максимально гармонично. Я не буду перечислять, сколько и какие награды эта игра получила, я просто за***вюсь, и никакого времени на это не хватит. Просто скажу, что она получила все, что только можно было на тот момент получить. Ради этой вот игры можно пойти и купить PlayStation 3. И если кто не понял, это была не шутка. Ну а сейчас мы снова возвращаемся в мир портативного гейминга, который благодаря этой игре в очередной раз вышел на новый, куда более мощный уровень. В 2010 году вышла игра Metal Gear Solid Peace Walker. Она является также канонической частью основной серии после Metal Gear Solid Portable Ops. Также это первая игра серии для портативной приставки, продюсером, режиссером и сценаристом которой является Хидео Кодзима, наш любимый создатель серии игр Metal Gear. Первоначально игру планировалось сделать пятой частью серии, однако впоследствии номер 5 был убран из названия. Над созданием данной портативной игры работала такая же большая команда разработчиков, как и над игрой Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Игровой процесс похож на ранние игры серии Metal Gear Solid, при этом в него были внесены небольшие изменения. Движения и действия осуществляются с помощью аналогового управления. Игрок не может двигаться или стрелять, пока лежит на земле или прижимается к стене. В нескольких внутриигровых сценах от игрока требуется нажатие определенных кнопок. При правильном нажатии по окончании миссии игрок получает более высокий рейтинг. Система управления персоналом, ранее задействованная в игре Portable Ops, в оригинальной игре имеет название Mother Base. Это заброшенная исследовательская платформа в Карибском море, выполняющая роль штаба. Помимо управления боевыми, медицинскими, разведывательными и исследовательскими отрядами, игрок может назначать персонал на работу в столовую, чтобы кормить солдат, поднимая их боевой дух. Игрок также имеет возможность захватывать боевые машины, которые в игре исполняют роль промежуточных боссов. Бронетранспортеры, танки и боевые вертолеты. Всего в игре может быть нанято до 350 солдат и 50 машин. Избыточный состав, захваченный во время миссии, должен быть распущен. Ролики в игре выполнены в стиле движущихся комиксов. Точно так же были оформлены видео вставки в игре Metal Gear Solid Portable Ops. Игра Pisswalker получила весьма положительные отзывы прессы. Иначе, мне кажется, и быть не могло. Подведя итог под всем вышесказанным насчет этой игры, можно сказать, что Хидео Кодзима выжал из системы PSP буквально все соки, чтобы сделать эту игру именно такой, какой она в итоге получилась. Обычно это происходило как? Ты берешь маленький диск, вставляешь его в PSP и играешь. Но эта игра требовала еще и наличия карты памяти в PSP. И при старте игры началась еще распаковка файлов. Это, наверное, была первая и последняя игра у меня на PSP, в которой я увидел такой момент. И опять же, взять такой шедевр с собой в карман очень дорогого стоит. Подошло время к очередному технологическому прорыву. В 2014 году на свет появилась Metal Gear Solid V Ground Zeroes, разработанная японской студией Kojima Productions под руководством геймдизайнера Хидео Кодзима и выпущенная практически для всех основных платформ. Игра входит в состав серии игры Metal Gear. Она служит продолжением Metal Gear Solid Peace Walker 2010 года и прологом к Metal Gear Solid V The Phantom Pain 2015 года. По сути, это именно пролог, а не полноценная игра. В игре Ground Zeroes управляемый игроком герой Snake должен проникнуть на американскую военную базу на территории Кубы, где в заключении содержатся нужные ему люди. Подобно другим играм серии, игрок должен избегать охранников и выполнять поставленные перед ним задачи скрытно, не поднимая тревоги. Хотя игровая пресса высоко оценила геймплей и графику игры, обозреватели отмечали ее короткую продолжительность. В Ground Zeroes присутствует всего одна игровая карта, и вся сюжетная кампания игры состоит всего лишь из одной миссии, что дало повод некоторым журналистам называть эту игру дорогостоящей демо-версией Metal Gear Solid V The Phantom Pain. По сути, так оно и получилось. Я эту базу, чтобы вы понимали, изучил вдоль и поперек, то есть игра хоть и небольшая, но в нее было интересно возвращаться снова и снова. Ощущалась прям жесткая реиграбельность. После завершения основного сюжетного задания открылись еще несколько побочных, и вы правильно поняли, все эти задания были в рамках одной военной базы. Одним из заданий, кстати, было «Спаси Хидео Кодзима». Так как это по сути дем как The Phantom Pain и демонстрация впечатляющей графики нового поколения, сразу мы тогда к ней и перейдем, и уже в рамках The Phantom Pain обсудим все крутые улучшения и нововведения. Так вот, The Phantom Pain. Мне будет сложно говорить об этой игре в этом вот видео, куда я уместил все остальные части основной серии Metal Gear. Просто потому, что по-хорошему эта игра заслуживает отдельного большого видео. Что я в итоге и сделаю в дальнейшем. Будет еще одно отдельное видео именно по этой части игры, где будут только мои исключительные впечатления. Что ж, действие Metal Gear 5 The Phantom Pain происходит в 1984 году, то есть спустя 20 лет после событий игры Snake Eater. Бигбоссу в этой части игры уже 49 лет. Боевой опыт, сила духа и человеческая мудрость у этого мужика уже просто зашкаливают, и это будет видно невооруженным взглядом. Поверьте, таким человеком вы еще никогда не управляли. Подобно предыдущим играм серии Metal Gear, The Phantom Pain требует от игрока перемещаться незаметно и избегать встреч с противниками. Например, при скрытом проникновении на военные базы. Однако, она является первой игрой в серии, в которой присутствует открытый мир. Игрок может свободно перемещаться по обширной карте, самостоятельно выбирая задания, время и методы их выполнения. В этой части серии, если вы проходите игру без убийств и используете против врагов только нелетальное оружие, например, пистолет, стреляющий дротиками с транквилизатором, игрок поощряется более высоким рейтингом за прохождение миссий. Игроки будут перемещаться по игровому миру множеством способов. Пешком, верхом на лошади, на автомобилях или танках. В некоторых местах даже карабкаться по скалам. Враги здесь очень умны. Их вооружение и поведение меняется в зависимости от деятельности игрока. Например, если вы их ваншотите выстрелами в голову, многие вражеские солдаты начинают носить каски. А если вы нападаете ночью, то они напяливают на себя приборы ночного видения. Важной частью игры является развитие главной базы, где снэк проводит время между миссиями и где разрабатывается новое оружие и способности для снэка. Для расширения базы игроку необходимы сотрудники, деньги и материалы. Игрок добывает их на поле боя, похищая вражеских солдат, технику и разнообразные ценные предметы. Присутствует необходимость вербовать профессионала в той или иной области для развития своей базы и технологий. Отдельная тема – это носители языка, на которых Бигбосс не говорит. Пока не удастся завербовать переводчика, невозможно будет ввести допрос. Меня также поразило то, что в игре нет уровня сложности. Все геймеры попадают в абсолютно равные условия. Эта игра является безусловным и безоговорочным геймплейным чудом, вознаграждающим интеллект и творческий подход со стороны игрока, так как это делают лишь немногие игры. Те геймплейные возможности, которые в самом начале подавляют игрока своим количеством, оборачиваются хорошо структурированным набором осмысленных систем, дающих игроку множество интересных решений на выбор. В распоряжении игрока всегда есть огромный арсенал предметов и действий, которые хочется испытать, если не из необходимости, то просто из любопытства. Рецензенты называют эту игру «игрой мечты» и отмечают, что игре удается соблюсти баланс между реализмом и развлечением. Мол, в живом и наполненном множеством опасностей и интересных предметов мире даже банальное пересечение моста оказывается увлекательным. Это действительно, как отмечают многие обозреватели, сумасшедшая в своей вариативности песочница, где игрок строит прохождение по собственному сценарию, и возможностей у него столько, что можно подбирать новую тактику хоть на каждую миссию. В день выхода игры общая выручка от продаж превысила 179 миллионов долларов США. Это больше, чем у вместе взятых голливудских блокбастеров «Мстители» и «Мир юрского периода» в дни их выхода на экран. Игра получила высокие оценки игровой прессы и ряд наград от различных изданий. Критики особенно высоко оценили геймплей игры, разнообразие игровых механик и предоставленную игроку свободу. Некоторые издания выставили игре наивысшую возможную оценку. Запутанный сюжет игры вызвал положительные отзывы, была высоко оценена его эмоциональная сила и раскрытие серьезных взрослых тем. Лично я считаю эту игру одной из лучших за последние 10 лет. Безусловно, если бы у меня был свой топ 10 игр, то The Phantom Pain занимало бы почетное первое место. Еще стоит отметить, что Дэвид Хейтер не озвучивал Снейка в этой части игры. Я очень долго пытался с этим смириться, из-за чего продолжительное время не мог себя заставить в эту игру поиграть. Но в итоге, когда я все-таки за нее взялся, я понял, что здесь изменилась сама подача главного героя, о чем я более подробно расскажу в отдельном видео об этой игре. В этой же части серии главного героя озвучивает прекрасный канадский актер Кифер Сазерленд, обладающий очень внушительной фильмографией. Такой выбор был сделан Хидео Кодзимой, потому как он хотел, чтобы Снейк выражал свои чувства более изящно, чем ранее, не посредством слов, а через мимику и голосовые интонации. Поэтому Кодзиме нужен был человек, чья мимика и голос в самом деле соответствовали мужчине, которому далеко за 40. Снейк в образе данной игры не должен был говорить так много, как прежде. Целью Кодзимы и его команды при этом было, по его словам, сблизить Снейка с игроками, действия которых определяют действия своего персонажа. В процессе игры я понял, что решение было верным. Прости, Дэвид. То, как игра была завершена, вызывает некоторые споры среди всех этих же обозревателей, которые дарят игре наивысшие баллы. Обвиняют игру в скомканности финала. И по большей части причиной послужил конфликт и разлад в отношениях компании и издателя Канами и Хидео Кодзимы, в результате чего последний покинул эту компанию. Есть подозрение, что игру допиливали уже после его ухода. Официальных данных и какого-то четкого ответа на то, почему концовка была скомканной и такой открытой, какой ее оставили, лично я нигде не нашел. Но с одного сюжетного факта, который раскрылся в самом конце, я чуть не начал буквально рвать на себе волосы. Я так не охупал, наверное, никогда. Эта игра по итогу просто взорвала мне мозг и восприятие происходящего. Конечно же, только в наилучшем смысле этих слов. Эти эмоции просто незабываемы. Чтобы это испытать на себе, ребят, вам нужно в нее осмысленно поиграть, от начала и до конца. Кстати говоря, такое потрясение от сюжетных поворотов идет не только в конце, но и на протяжении всей игры. Уж поверьте, расслабиться вам не дадут. Очень хочется верить, что однажды мы увидим продолжение всего этого дела. В интернете появляются разные слухи на тему будущего Metal Gear Solid. Некоторые из них говорят, что Канами помирились с Кодзимой и он, возможно, сделает продолжение Metal Gear Solid. А некоторые говорят, что компания Sony уже выкупила или только собирается выкупить права на Metal Gear и Silent Hill и поставить у руля разработки всеми нами любимого гения, также предоставив неограниченный бюджет, как это было при Death Stranding. Но на данном этапе из-за конкретной тупизны компании Konami, по официальным данным, будущее двух гигантов с огромнейшей фанатской базой является непредопределенным. Да, ну и конечно же, игра подарила нам новый шикарный саундтрек. Новая песня Sins of the Father стала очередным хитом. Она прекрасно украсила эту игру и заслуживает отдельного упоминания. Как и песню Snake Eater, я ее уже также заслушал до дыр. Друзья мои, я благодарю всех, кто посмотрел это видео, кто дожил до самого конца. Я сам узнал много нового, пока собирал материалы по теме, надеюсь и вам было так же интересно, как и мне. Отдельное видео по The Phantom Pain обязательно выйдет через какое-то неопределенное время и уже там я углублюсь в каждую деталь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, заходите на мои стримы, буду рад видеть каждого из вас. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok